МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С заболеваниями позвоночника сталкивается все большее количество людей во всем мире. Причем возникают они в любом возрасте и независимо от того, каким трудом человек занимается. Здравствуйте! С вами программа «Семейный доктор» и я, Елена Вишнева. Сегодня о лечении патологии позвоночника мы будем говорить с заведующим Алтайским краевым вертоброневрологическим центром Андреем Александровичем Олейниковым. Здравствуйте! Здравствуйте! Андрей Александрович, скажите, пожалуйста, почему у человека возникает боль в спине? В наш современный век гиподинамия. Пациенты неправильно ведут образ жизни, часто не обращаются вовремя к врачам, занимаются самодиагностикой, самолечением и в итоге получают очень много осложнений в виде грыж диска. Чаще всего патология позвоночника связана с развитием остеохондроза, которая включает в себя поражение тел позвонков, суставного, связочного аппарата и межпозвонковых дисков. От 45 до 85% населения во всем мире страдает этой болезнью. Не составляет исключения и Алтайский край. Начало остеохондроза возникает у пациентов старше 30-35 лет. Однако известны случаи и более раннего начала заболевания. Предрасполагающими факторами развития патологии являются Наследственность, перегрузка позвоночника, может быть связана с деформацией стоп, ношением высокой обуви, повышенным весом, различными травмами, возрастные изменения, малоподвижный образ жизни, нарушение обмена веществ и стрессы. Чаще всего заболевания позвоночника проявляются болью. А какие еще есть симптомы, которые указывают, что со спиной не все в порядке? Если после нагрузок или вынужденного одного положения, или долго сидишь, или долго лежишь, и пациент сразу не может встать, а испытывает дискомфорт, это первый звонок о благополучии опорно-двигательном аппарате. Какие методы Вы используете для того, чтобы помочь пациентам с заболеваниями позвоночника? Если обострение, это покой. Прежде всего покой. Дать пациенту отлежаться, бросить все дела в постельный режим, хотя бы 3-5 дней. Если будет пациент преизнемогать боль, процессы пойдут дальше. Затем уже можно начинать активное лечение, которое назначит врач. Мне бы хотелось подчеркнуть, никакого самолечения строго под наблюдением врача. А методов лечения очень много остеохондроза. Я уколов не боюсь, если надо, уколюсь. Это детское стихотворение, актуальное для пациентов вертоброневрологического центра. В лечении патологии позвоночника здесь широко применяются традиционные методы лечения, такие как массаж, мануальная терапия, озона, иглорефлексотерапия, электропунктура. Екатерина пришла уже на пятый сеанс и уверяет, что процедура, которая выглядит угрожающей со стороны, вполне комфортна для нее. Вы все в иголочках, в баночках, как вы себя чувствуете? Комфортно. А боль какая-то есть? Вообще болевые ощущения при всех этих манипуляциях? Боли нет. Как бы ни был хорош каждый метод в отдельности, но максимальный результат возможен только при комплексном подходе. Например, лекарства дают быстрое действие, а традиционные методы позволяют сохранить лечебный эффект надолго. Но многое зависит и от пациента. Чем раньше он обратит внимание на свой позвоночник, тем меньше будет осложнений и быстрее наступит выздоровление. Есть люди, которых уже на третий день, в общем-то, значительное улучшение, и к концу курса, а курсы обычно включают, ну, в среднем 10 сеансов, да, то есть 2 недели, уходят с хорошим улучшением, да, со значительным. А есть люди, которым приходится делать повторный курс, через месяц еще один курс, то есть 2-3 курса, прежде чем человек почувствует именно то, что он хотел бы получить от лечения. Зависит от состояния человека, от его настроя человека, и плюс еще, естественно, анамнезаболевание, длительность заболевания. Любой метод лечения имеет свои возрастные ограничения, поэтому мне бы хотелось предостеречь людей пожилого возраста. Вот. Не надо бросаться на все новомодные лечения, потому что есть методики лечения, физиотерапии, даже рефлексотерапия, озонотерапия ограничена по возрасту. У каждой клиники, занимающейся патологией позвоночника, свой подход к лечению, но любой комплекс включает физиотерапевтические методы. Вторым по значимости методом лечения патологии позвоночника является физиотерапия. Физиотерапия – это использование природных факторов, преобразованных в аппаратах. В комплексном лечении патологии позвоночника используются ультразвук, импульсные токи низкой частоты и магнитотерапия. Магнитотерапия – это воздействие магнитным полем, это не электрический метод, который оказывает противоотечное, очень хорошее действие, противовоспалительное. У него очень широкий спектр показаний и очень маленький круг противопоказаний. Хороший результат дает в острую страдию, когда больному тяжело встать. Он может применяться в домашних условиях. Импульсные токи дают расслабляющий и обезболивающий эффект и оказывают противовоспалительное действие. Преимущество ультразвука в том, что его можно сочетать с определенными лечебными мазями. Такое двойное воздействие повышает эффективность лекарства. В целом, использование физиотерапии в комплексном лечении позволяет быстрее добиться восстановления движения в позвоночнике. А движение, как известно, это жизнь. Как правило, люди долгое время игнорируют боль в спине. Скажите, каким последствиям может привести позднее обращение за помощью? Боль в спине – это только симптом, это не заболевание. Это проявление какого-то заболевания. Поэтому часто боль в спине может провоцироваться. Мочекаменная, желчекаменная болезнь. Даже инфаркт миокарда протекает, как боль в спине. К сожалению, и так. В нашей практике часто встречались пациенты, приходили с острым инфарктом миокарда, желчекаменная, мочекаменная, различные заболевания, опухоли, доброкачественные, злокачественные. Поэтому надо обязательно обследоваться. Обязательно. Андрей Александрович, скажите, пожалуйста, есть ли способы, которые помогут человеку долгое время сохранять здоровье позвоночника? В первую очередь, это, конечно, профилактика остеохондроза. Это правильный образ жизни. Лечебная физкультура, правильный подъем тяжести. Должен врач дать рекомендации, что можно, что нельзя, объем нагрузок, какие нагрузки. Одному подходит лыжный спорт, другому подходит бег, третьему только плавание, четвертому только лечебная физкультура. Поэтому обязательно надо, чтобы все рекомендации давал квалифицированный специалист. Спасибо, Андрей Александрович. А мы продолжаем нашу программу обзора медицинских новостей от Ольги Калачевой. 38 школ и 29 детских садов закрыли на карантин по гриппу в Алтайском крае. За последнюю неделю января в регионе зарегистрировано почти 35 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Эта цифра превышает эпидемический порог в 2,5 раза. Между тем, по данным врачей, Алтайский край еще находится на пороге пика эпидемии. В Барнауле зафиксирован новый случай заболевания менингитом, сообщают электронные СМИ. Его врачи якобы подозревают у восьмиклассника 102-й школы. Подтвержден ли у ребенка менингит лабораторно, в «Крайздраве» не комментируют, ссылаясь на врачебную тайну. Аппаратная магнитотерапия на протяжении десятка лет эффективно применяется в лечении и реабилитации патологии позвоночника. О возможностях магнитного поля смотрите далее. Более 15 лет в лечебно-профилактических учреждениях страны используется аппарат «Алмак-01» Елатомского приборного завода. Он доказал свою эффективность в комплексном лечении таких заболеваний, как артрит, артроз, остеохондроз, травмы опорно-двигательного аппарата, неврологии и подагры. Благодаря магнитному полю аппарат «Алмак-01» может усиливать внутриклеточный и межклеточный обмен веществ, что способствует восстановлению нарушенных функций организма. Аппарат значительно уменьшает спазмы и боль. Действие «Алмага» направлено на снижение прогрессирования заболевания и улучшение общего состояния организма. В зависимости от степени заболевания, эффект может наступить уже после первого применения, однако стойкого результата можно ожидать после полного курса лечения. Аппарат прост в применении. Его можно использовать и в домашних условиях. Спрашивайте аппарат «Алмак-01» в аптеках и магазинах медтехники «Края». На сегодня это все. Встретимся на следующей неделе. Берегите себя и будьте здоровы! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok